всем привет я вам сегодня покажу как исправить не очень удачную фотографию на этой фотографии у меня свадебное платье белого цвета но изначально когда его сфотографировала и стала просматривать фотографии на мониторе у меня платье получилось абсолютно не белая она с какими-то оттенками желтоватыми сероватыми розоватыми но абсолютно не белые оттенки имеет платье поэтому я вам покажу быстрый способ если у вас будет такая же ситуация вам этот способ очень поможет итак открываем наш файл вот наша неудачная цветовая композиция на фотографии далее открываем слои просмотр показать пиксельная сетка у нас должна стоять галочка дальше настроим пипетку пипетка у нас разрешение будет три на три пикселя дальше создаем слои слой кривые и слой изогелия и сейчас с помощью изогелия мы с вами найдем точки белого и черного . белого потихоньку сдвигаем ползунок и находим самую яркую первую точку белого зажимаем shift ставим первую точку далее будем находить точку черного крайнее левое положение и также сдвигаем вправо находим первую черную точку ставим точка 2 заходим слои нажимаем на фоновую фотографию и создаем новый слой слой новый слой режим у нас будет мягкий свет и режим серого 50 процентов окей так у нас появился новый слой здесь меняем на разница и теперь мы с вами найдем точку серого нажимаем изогелия я уменьшу фотографию так смотрим сдвигаем в крайнее левое положение ползунок и потихонечку ведем и теперь найдем с вами точку серого я думаю вот это будет самая правильная . все создали мы третью точку переходим слои закрываем слой изогелия и слой серый и открываем слой кривые сразу поставим точку серого это центральная пипе . берем ее и нажимаем далее ищем точку белого вот у нас . белого берем нижнюю пипетку и теперь нам нужно попасть точно в нашу точку белого так далее нам нужно найти вторую точку . черного вот она у нас здесь это верхняя пипетка и левой кнопкой мыши мы должны попасть в нашу черную точку так и смотрим что у нас получилось в итоге вот насколько изменилась наша фотография посмотрим вариант до и вариант после после гораздо лучше согласитесь и сейчас мы еще немножко можем поиграть с яркостью то есть вот так вот двигаем ползунок и смотрим как нам больше нравится оставлю так файл сохранить как даю имя файлу сохраняем вот такой несложный способ я им постоянно пользуюсь я думаю вам это тоже пригодится вот если вам было полезно это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами была юлия чумакова я желаю вам легкого кроя и шитья